здравствуйте дорогие друзья мы находимся в студии фантазеры который расположен по адресу троицкий 67 торговый центр пирамида на четвертом этаже сегодня вашему вниманию я хочу предложить новую технику называется скульптурно-текстильная техника и с вами мы будем делать вот такого пупса для этого нам понадобится синтепон флиз клей колготки без утягивающего эффекта ножницы булавки игла для игрушек косметика сухая и так начнем берем синтепон отрываем тонкий кусочек синтепона оставшуюся часть мы рвем на мелкие кусочки распушаем синтепон и формируем шарик который заворачиваем нашу заготовку это получилась будущая голова делаем шарик и вставляем кусочек колготки закрепляем сверху булавочками теперь формируем носик для этого берем кусочек синтепона распушая сворачиваем шарик вот такой носик для нашего малыша будет достаточно и вкладываем его на середину нашей будущей головы закрепляем сзади теперь нам надо разметить будущий носик для этого булавочку вставляем сверху и обозначаем ноздри берем иголку длинную двойная ниточка на конце петелька и начинаем делать утяжки вставляем иголку сверху подцепляем синтепон и выходим правую ноздрю булавочки убираем они нам не нужны отступаем миллиметр два и возвращаемся к петельке петельку одеваем на иглу подтягиваем снизу тем самым закрепляем утяжку и сформировалась у нас ноздря точно так же поступаем второй ноздрю убираем булавочку подступаем миллиметр два идем в петлю закрепляем и затягиваем получились у нас две ноздри теперь мы делаем носик для этого поверх капрона оборачиваем вставляем наш носик ноздрю и выходим наверху точно так же поступаем с другой стороны затягиваем теперь нам надо сформировать ноздри для этого выходим вниз можно булавочками отметить высоту ноздри поверх капрона идем иголочкой наверх и подтягиваем получилось ноздря теперь делаем вторую вот такой чудный носик у нас получился сейчас мы продолжим делать куклу делаем глазки и утяжки рта для этого мы вставляем булавочки и проверяем для этого мы обозначаем глазки и будущий ротик проверяем проверяем ровно ли у нас глазки будет еще улыбочка и начинаем делать утяжки берем опять иглу с петелькой на конце вставляем сверху подгребаем синтепон чтобы у нас образовалась красивая щечка и выходим к будущему ротикам оставляем петельку сверху отступая миллиметр два возвращаемся тем же путем к нашей петельке затягиваем снизу получилась улыбочка возвращаемся вниз теперь вставим булавочку на серединку это будет наш ротик и делаем утяжку с другой стороны убираем булавочки они нам не нужны идем вниз к ротику наверху оставляем петельку чтобы потом мы ротик утянули одеваем петельку на иглу подтягиваем нашу улыбочку и закрепляем утяжку вытаскиваем иголочку наша кукла уже улыбается следующим этапом мы будем делать бровки для этого выше глазок намечаем места где будут у нас бровки и делаем маленькие утяжки для этого немножко подхватываем синтепон выводим иголочку в петельку подтягиваем снизу и еще раз повторяем получилась у нас бровка точно так же делаем с другой стороны в петельку в булавочки и обратно чтобы закрепить утяжку иголку вставляем в петельку и затягиваем вот такие чудные бровки у нас получились мы сформировали лицо поэтому теперь лишний капрон можно загнуть и закрепить ниткой с иголкой лишнее отрежем закрепляемся и лишнее отрезаем точно так же поступали снизу чтобы у нас верхняя губка была красивая мы ее обозначим иголочкой отступаем миллиметрик идем над ниточкой и закрепляем смотрите какая губка у нас красивая получилась ниточку выводим на затылок и там отрезаем голова у нас формирована осталось сделать только глазки пришиваем глазки глазки можно купить готовые в студии фантазеров очень много глазок разного размера и цвета можно вместо глазок готовых сделать пуговки пуговки берутся на ножки можно их нарисовать белой краской а потом расписать как вам удобно акриловыми красками у меня глазки готовые мы сейчас их пришьем закрепляемся на затылке иголочку выводим где будущий глазик будет у нас находиться и пришиваем как пуговку и закрепляем вот так вот глазик у нас выглядит закрепляем и пришиваем второй глазик точно так же надеваем глазик и уходим иголкой назад все наши глазки готовы так же как и лицо далее мы будем делать тело пупса для этого вырезаем из флиса кружочек 15 сантиметров диаметром и иголкой с ниткой нанизываем на иголку вот так вокруг чтобы получилась чашечка в образовавшуюся чашечку мы добавляем синтепон и затягиваем вот такая заготовка тела у нас получилось продолжаем работу над куклой сейчас мы делаем ручки для этого берем маленький кусочек синтепона и формируем маленький шарик и теперь будем делать утяжки пальчиков у нас пять а утяжек между пальчиками четыре значит вставляем четыре булавочки в те места где будем делать утяжки формируем первый пальчик сначала внутри капруна теперь сверху мы с вами сшили первый пальчик идем к другой булавочке и формируем второй пальчик точно так же третий пальчик аналогично прошиваем лишнее отрезаем чтобы узелка не было видно мы его закроем кусочком кружева для этого берем маленький отрезок нанизываем на нитку с иголкой собираем и пришиваем к нашей ручке вторую ручку делаем аналогично вот такие две ручки у нас получились таким же способом мы будем делать ножки они у нас маленькие только стопни берем опять кусочек синтепона заворачиваем формируем шарик и вкладываем небольшой кусочек колготки булавочками отмечаем будущие утяжки смотрим красиво ли у нас получилось и начинаем утягивать для этого входим иголка в первую булавочку выходим назад обратно возвращаемся и поверх капрона вкладываем ниточку вытянули первый пальчик у нас готов вот такие ножки у нас должны получиться сейчас мы будем одевать нашего пупсика для этого возьмем кусочек флиса и сошьем по боковому шву это будет шапочка мы его оденем в красивую шапочку шапочку также можно сделать из другого материала можно связать мы сшили по боковому шву здесь затянули на ниточку и получилась у нас такая шапочка чтобы ее украсить можно сделать помпон для этого вырезаем кружочек диаметром 5 сантиметров собираем его на ниточку вкладываем синтепон и пришиваем к нашей шапочке вот такая чудесная шапочка у нас получилась также можно сделать вот такую шапочку можно связать панамочку приступаем к сбору нашей куклы тело готово голова готова мы пришиваем потайным швом головку к телу делаем несколько стежков у самой шеи нашей головы и затягиваем голову мы пришили и теперь будем приклеивать ножки и ручки клей я использую кристалл момент прозрачный этот самый лучший клей для изготовления кукол он не оставляет следов и приклеивает намертво сначала приклеим ножки наносим небольшое количество клея и прикладываем можно заколоть булавочкой и приклеить в это время вторую ножку опять наносим клей и симметрично приклеиваем вторую ножку осталось самое интересное сейчас мы ему сделаем прическу и оденем шапочку для волосиков я использую атласную ленту которую я распустила и закрутила на палочку вот так приклеим волосики я делаю из атласной ленты которую распустила и накрутила на палочку вот такая чулочка у нас получится мы ее также приклеиваем клеем момент наносим небольшое количество клея и приклеиваем волосики можно сделать из шерсти из ниток для вязания ну и что ваша фантазия придумает так чулочку мы приклеили и одеваем шапочку чтобы шапочка у нас не упала можно ее тоже подклеить для макияжа я использую сухую косметику обычную женскую сухую косметику также можно использовать сухую пастель куклы не терпят никаких красок никаких фломастеров поэтому сухой косметикой можно очень красиво выделить глазки выделяем глазки они ярче становятся румянец ему наведем с другой стороны носик припудрим можно также ножки покрасить осталось так как он у нас маленький мы ему в рот вставим соску соску делать еще проще берем маленький кусочек флиса полосочку приклеиваем на серединку и приклеиваем на ротик вот такой чудный малыш у нас получился я вас приглашаю в студию фантазеры которая находится на четвертом этаже торгового центра пирамида на мастер-классы на мастер-классе я вас научу делать таких малышей обережку благополучницу домовенка который будет охранять ваш дом и другие игрушки всего доброго спасибо за внимание я вас жду на мастер-класс и ну и и и и и и и и и